Централизованное тестирование – один из важных и при этом ответственных периодов в жизни каждого абитуриента. Так как для поступления в ВУЗ это обязательная форма контроля знаний, то пройти через него необходимо каждому, кто хочет иметь диплом о высшем образовании. Обновление спецификаций затронуло один из самых наболевших вопросов – время выполнения заданий. В 2022-м для решения заданий по физике и математике оно будет увеличено до 3,5 часов вместо 3. Опробовать ноу-хау на себе потенциальные абитуриенты смогут уже во втором этапе репетиционного тестирования. «Принципиальное отличие репетиционного тестирования в этом году – это то, что увеличено время по таким предметам, как физика и математика, то есть, соответственно, они будут уже длиться 210 минут. Соответственно, раньше они делились 3 часа, то есть 180, сейчас время увеличено в связи с тем, что, в общем-то, наверное, быстрее всего это связано с тем, что идет подготовка к национальному экзамену, который у нас будет проводиться уже в 2023 году. По остальным предметам каких-то изменений пока нет. Я надеюсь, уже, наверное, в общем-то, уже их не будет, потому что, как правило, всегда вот это изменение у нас вводилось с 1 января, то есть 3 года назад у нас увеличилось время по химии. Ну и, соответственно, сейчас вот математика с физикой». Нововведение уже приятно оценили будущие абитуриенты. Елизавета Гробовская готовит на поступление как раз этих два предмета. Сегодня на подготовку и решение заданий уходит все свободное время. Однако девушку это не пугает. Подготовка должна быть основательной. По ее мнению, увеличение времени на выполнение заданий станет хорошей возможностью для того, чтобы умерить немного присутствующее волнение и сконцентрироваться на качестве, а не на скорости. «Физика – это довольно сложный предмет, так же, как и математика, поэтому для того, чтобы хорошо подготовиться к экзаменам по этим предметам, нужно немало времени для подготовки, да и для решения самих задач на экзамене. И нужно больше времени, чтобы подумать, а не совершить глупых ошибок. Поэтому то, что увеличилось время для задачи – это очень приятная новость». Бланки для выполнения заданий остались прежними. Ранее в них существенно увеличилась часть «Б». Это было сделано для того, чтобы абитуриенты смогли больше показать свои знания и подготовку, улучшить которую на протяжении всего учебного года позволяет репетиционное тестирование. Кстати, своей силой попытать сюда приходят и наставники, и десятиклассники, которые вступительные экзамены будут сдавать только в будущем учебном году. «Времени уже, в общем-то, не так много для подготовки. Естественно, в общем-то, хочу пригласить всех на репетиционное тестирование, попробовать свои знания. Тех же самых десятиклассников тоже, в общем-то, не теряться. Принять, может быть, какое-то участие в этом тестировании». Узнать даты репетиционного тестирования и места проведения можно на сайте Брестского государственного технического университета в разделе «Абитуриентам». Первый в 2002-м пробный экзамен здесь пройдет уже 16 января. Запись на тестирование проводится только в онлайн-режиме на сайте Республиканского института контроля знаний.